Мать 16-летней девочки, которую преследовал, а затем домогался в подъезде мужчина, не согласна с тем, что в качестве наказания ему назначили 10 суток ареста, а его действия расценили как хулиганство. Напомню, этот инцидент произошел в столице. Кадры домогателей стаблетели социальные сети. Общественники тоже считают наказание слишком мягким. Елеман Реймбеков расскажет подробнее. Кадры, где мужчина зажимает у лифта девочку, приводят в ужас ее мать. Женщина не согласна с тем, что это было хулиганство. Более того, суд прошел без ее участия, поэтому и возразить она не смогла. Естественно, она напугана. Она боится, что через 10 дней он выйдет. И что никто не даст ей гарантии того, что он не начнет ее преследовать, где-то не зарежет, не изнасилует. Так что дочь очень боится. Школьницу мужчина заприметил еще в автобусе и вышел за ней на той же остановке. Зашел в подъезд. Отбиться от навязчивого поклонника ей удалось только грубой силой. С помощью камер наблюдения мужчину задержали быстро. Преследователем оказался 20-летний студент. В свое оправдание он сказал, что просто хотел познакомиться. Я с ней позоролся и предложил познакомиться. Потом она ответила мне отказом. В специализированном суде прокомментировали решение об аресте на 10 суток. Каких-либо угроз и требований к половому сношению к потерпевшей не было. Действующий уголовный закон за подобные действия при отсутствии применения насилия или угрозы его применения не предусматривает уголовной ответственности. Но общественники не согласны с таким решением суда. Они требуют отменить его. Если он изнасилует ребенка, это очень страшно. Не изнасилует, просто скажет, я хотел познакомиться. Поэтому я считаю, что генеральная прокуратура обязана отменить данное абсолютно несправедливое решение суда. В уголовном кодексе должна быть отдельная статья о сексуальном домогательстве, уверяют правозащитники. И они пытаются продвинуть ее. Но пока попытки тщетны. Елеман Рейнбеков, Влад Шишко, Информбюро. Будьте в курсе всех событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на YouTube-канал Информбюро 31. Ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях. А чтобы первыми увидеть все самое важное, нажмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok